День русской музыки. На площади искусств отметили 110-летие со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Дмитрия Шостаковича помогла передать дух начала 40-х, когда творчество автора было связано с Ленинградом. Такого масштабного проекта, связанного с Шостаковичем, в городе не было никогда. Очень хорошо, что люди, которые никогда бы не зашли в филармонию, после нас, может быть, и зайдут. В рамках общей конвы проекта был оформлен шатер, кино, театр. Снаружи и внутри – афиши с фильмами и балетами на музыку Шостаковича. А на экране – видеофрагменты из них. Площадь искусств выбрали не случайно, ведь рядом Большой зал филармонии и Михайловский театр, где впервые были показаны постановки. По подсчетам организаторов, в музыкальный мир композитора за день погрузились несколько тысяч человек. Мы, проходя мимо из русского музея, в другую часть русского музея, оказались втянутыми. Прекрасный проект. Я считаю, это очень хорошо. Не у всех есть возможность попасть в концертный зал, в филармонию, в капеллу. С завершением праздника стал большой концерт, где фрагменты четырех симфоний Шостаковича были дополнены музыкой из фильмов, балетов и опер. В следующем году, если проект поддержит Комитет по культуре, организаторы планируют посвятить целый день композиторам «Могучей кучки». Спасибо. Спасибо.